Здравствуйте, дорогие друзья! Вашему драгоценному вниманию предлагаю очень нужную для всех нас тему внутренний покой. Автор Магда Родные мои, сегодня я хотела бы поделиться с вами своим личным опытом. Одно время мне очень хотелось, чтобы вокруг была полная тишина, чтобы никто не беспокоил. Хотелось мира и покоя, чтобы ничто внешнее не сбивало, не влияло и не отвлекало от поиска себя. Интуитивно мы чувствуем, что бесконечный мир и покой сердца, безграничная гармония, спокойствие и любовь Это энергии нашей истинной сути. Это путь домой. Именно поэтому многим хочется найти в этом мире именно этот уютный уголок. Будь то ваша собственная квартира, дом в глухой деревне, ашрам в Индии или даже монастырь. И наслаждаться гармонией, спокойствием и тишиной. Конечно, внешняя тишина это бесценный дар для поиска себя. Но я хотела бы поделиться тем, как было у меня. Показать на своем примере, что есть и другие варианты. И все бесценный дар. В моей квартире всегда шумно. Например, кто-то громко болтает по телефону, из комнат слышен шум телевизоров, дети периодически ссорятся или спорят между собой, иногда капризничают, близкие постоянно дергают по всяким пустякам, что-то спрашивают или просят. В общем, обычная шумная семейная обстановка. На работе не лучше. Я слышала ежедневные рабочие пересуды, разборки, планерки. Лишь изредка я могла оказаться в тишине, погулять на природе или просто побыть одной, ловя эти бесценные минуты. Я спросила тогда себя, что мне делать? Как можно духовно развиваться в такой обстановке, когда нет тишины, нет покоя, всюду шум, гамм, как быть наедине с собой, помедитировать, настроиться, услышать себя? Мне тогда сразу же пришел внутренний ответ. Мое высшее Я мне сказала, что я очень заблуждаюсь, ища тишину и покой во внешнем мире. Так как истинное состояние гармонии и умиротворения, спокойствия и тишины может быть лишь внутри. Лишь внутренняя тишина, а не внешняя истинный путь к себе. Можно жить в шумном и неспокойном мире, но внутри себя быть в безграничном покое и любви. Это истинное мастерство и самый короткий путь к себе. Для того, чтобы найти истинный внутренний мир и покой, необходимо освободиться от всей низкой энергии внутри. От всех комплексов и страхов, гордыни и обид, эгоизма и самых разнообразных проявлений эго. Кто идет этим путем, то знает, что с каждым новым освобождением становится все легче и легче на душе. Мир меняется вокруг, шум перестает давить, внешний негатив больше не задевает, проявляется радость и любовь ко всему. Ощущение непрекращающейся благости внутри. Все люди вокруг, весь мир, вся наша жизнь – это помощники на пути возвращения к себе. Они все вытягивают из нас темноту, чтобы мы как можно быстрее вернулись в свой свет, ощутили свою истинную божественную суть. Родные мои, смотрите во все глаза, чтобы увидеть, что внутри вас так цепляет, так раздражает, дергает при поведении других людей. В самых разнообразных жизненных ситуациях во всем вокруг. Это и есть путь возвращения к себе, освобождения от всего, что мешает быть собой. С любовью ко всем, Магда.